Девять лет начинают люди результаты показывать, а я только пришла учиться. Как спортсменка она была такая невзрачная. В петерборе, когда мне рассказали, что за вид спорта, я поняла, что это действительно мой вид. Тебе это интересно, этот азарт, эмоции вызванные. С ней работать легко, потому что это профессионал. Да я доеду. Ты мне прыгнешь все, что я захочу. Весело. Ты все время где-то находишься, постоянно не в одном месте. Я понимаю, чего я хочу, куда я хочу и зачем я туда хочу. Представители современного пятиборья поводов говорить о себе стараются давать все больше. Однако титанический труд, благодаря которому они поднимаются на пьедестал, чаще всего остается за кадром. В этой программе бронзовый призер чемпионата Европы Ирина Просенцова познакомит нас с внутренней кухней современного пятиборья. Спортивная карьера бронзовой чемпионки Европы не случайна. Спорт у нее в генетике. Папа занимался борьбой, мама лыжным спортом, родной брат боксировал. А вот двоюродного брата Ира до сих пор поддерживает на ледовых площадках. Он игрок хоккейного клуба «Гомель». Свой путь девушка начала с вольной борьбы по совету отца. Спустя время Ира захотела научиться плавать. Я пошла изначально просто в группу обучения, чтобы мне научили плавать. А в 9 лет для плавания профессионального это поздно. Обычно идут в 6 лет, в 5. В 9 лет это уже в 9 лет начинают люди результаты показывать. А я только пришла учиться. И тренеру плавания Шевчуркина Ирине Викторе понравилось, как я плаваю. Я буквально за месяц научилась держаться на воде и начала плыть. И в 5 класс я пошла в спортивную школу. И вот с того момента меня перед 5 классом поставили перед выбором. Либо плавание, либо борьба, потому что два вида совмещать тяжело. Я сказала, конечно, плавать. Я хочу плавать и буду плавать. Плаванием Ира занималась до 9 класса. Монотонно, скучно, да еще и результаты никак не шли. Просмотр в тогда еще неизвестный для нее вид спорта Пятиборья стал счастливым билетом. Девушка была рада просто переключиться на другие виды подготовки. Отдохнуть от цикличной работы в бассейне. И даже не подозревала, что именно этот вид спорта станет ее большой профессиональной страстью. Года 2-3, когда прошла в Пятиборье, я думала, действительно, закончусь с этим спортом. А еще как раз подходило время поступать. И думала, ну, наверное, не мой вид спорта. В Пятиборье, когда мне рассказали, что за вид спорта, я больше всего переживала за бег. Сам факт работать на беге я не любила. Спустя три года Ира поехала на юниорский чемпионат Европы, который стал своеобразным переломным моментом, чтобы остаться в спорте и не уйти. Спортсменка была первым номером в команде, лидером с большим отрывом в очках. Но турнир не удался для белорусской сборной. Звоню родителям, говорю, все, это пик, это точка, 33 место. Я три года работаю, я деградирую, результат не растет. Как-то смотрела чемпионат мира по взрослым и смотрю, как наши так отчаянно сражаются, борются, им тяжело. И я, наверное, подумала, ну, наверное, может, если долго мучиться, что что-нибудь получится. С такими мыслями Ира начала новый сезон. Для себя она решила поработать на беге. Контрольным срезом результатов должны были стать ближайшие соревнования. Турнир показал, прогресс есть. Поняла, что это действительно мой вид. Просто нужно какой-то был момент перетерпеть вот эту боль и полюбить бег. Даже когда я закончу спорт, я не представляю свою жизнь, чтобы я не пошла побегать. Для меня теперь бег – это просто как отдых. Кстати, гомельская школа пятиборья достаточно сильная. Половину национальной команды составляли уроженцы гомельщины. Здесь есть все условия. Переезжать в Минск для продолжения карьеры необходимости нет. В столицу? Разве что на соревнования. Дома спортсменка тренируется под руководством личного тренера Михаила Васильевича Кузенкина. С ней работать легко, потому что это профессионал. И чем взрослее становится, тем она ответственнее и взвешивнее подходит к тренировкам. Кроме тренировок у нее и режим дня, и питание. И, в общем, профессионал она. Она может уже тренироваться и самостоятельно, без тренера. Сегодня гомельские спортсмены тренируются в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Там сразу же и зал для фехтования. Потом пробежка до конной школы и работа в седле. Вот и полноценная тренировка. У нас в Гомеле гораздо лучше условия. Вот в плане того, чтобы тренироваться все в одном месте, мне больше нравится, чем в Минске. Я и в Минск как-то, для меня это сильно суетливый город. То есть я больше люблю спокойную, размеренность. А там все люди торопятся, куда-то спешат, и ты не успеваешь. Любительница спокойного города Ирина Просенцова в то же время отнюдь не любительница спокойного отдыха. Свободное время непременно в дружной, веселой компании. Чем больше повода улыбаться, считает она, тем лучше. Кроме того, девушка любит экстрим. Я люблю на горных лыжах покататься. Вот я научилась на них. Я всегда мечтала, но боялась. Я научилась и доставляет безумно классное удовольствие. Я люблю в теннис поиграть. Я люблю покататься на коньках. То есть я не особо люблю посидеть дома вот так вот в воскресенье, пролежать, поспать. Я вообще не сонный человек. Я встаю рано и все. И мне нужно чем-то заняться. Я люблю провести время где-то активно, либо куда-то съездить, либо провести где-то так, погулять по городу. А еще Ирина мечтает прыгнуть с парашютом. Свою мечту, говорит, обязательно исполнит после завершения спортивной карьеры. Сейчас, будучи действующей спортсменкой, она старается лишний раз не рисковать. Но считает, что и в Пятиборье есть свой экстрим. Конный спорт – это экстрим. Ты не знаешь, сейчас вроде лошадь, ничего-ничего. Потом ты расслабишься, и на самый неподходящий момент она тебя может скинуть. И все, и ты неудачно упал. И с многими так случалось. И здесь ты ничего не можешь поделать. Ира абсолютный оптимист и считает, что в большом спорте по-другому нельзя. Чтобы не случилось, упорная работа даст свои плоды. А позитивные мысли материальны. Подготовка к Олимпийским играм – это никогда не было тяжело физически. Всегда Олимпийские игры – это не кто лучше физически, а кто готов туда головой. Я начала работать с психологом, и я вижу плоды, которые переносят. Я стала более уравновешенной, спокойной. Это не только для спорта мне стало хорошо, но и для обычной жизни. Спортсменка со временем научилась разделять спорт и остальную жизнь. Это помогает ей не уставать от любимого дела. Однако Ирина Просенцова осталась трудоголиком до мозга костей. Сдаваться она не привыкла. Как спортсменка она была такая невзрачная. На нее даже и внимания особо не обращали. Были девочки, которые выглядели получше. Но благодаря ее трудолюбию, ее целеустремленности, она обошла своих конкурентов. Постоянно она делает через немогу. С каждым годом она учится показывать на соревнованиях то, на что она способна. То есть она психологически себя подводит сама. Она уже меньше мандражирует. То есть у нее нет стартовой лихорадки или стартовой апатии. Она настраивается. В последнее время у нее нету спадов. Самым главным достижением на сегодня Ира считает бронзовую медаль, которую она завоевала на взрослом чемпионате Европы в английском бате в прошлом году и которая обеспечила ей лицензию на Олимпиаду в Токио. Четыре года назад она пыталась пройти отбор в Рио, но лицензионный турнир в английском бате не принес билеты на игры. И я на себя возложила груз ответственности. Да действительно, да все сейчас пойдет, я все смогу. Уже мысли где-то там, что где-то ты уже на Олимпийских играх, что сейчас все получится. И я сломалась. И вот, наверное, на Европу я ехала с мыслями о том, что я не должна думать об Олимпийских играх. Я не должна думать о том, что это лицензионный старт. Я всеми мыслями старалась не думать об этом. И огромный плюс был для меня то, что моя лучшая подруга Катя Орел, она была весь день со мной, и она мне не дала попасть в психологическую яму и закопаться в себе. За бронзу чемпионата Европы Ира боролась, будучи травмированной. Поскользнулась на ровном месте и получила вывих. Экстренная медицинская помощь ей помогла. Продолжила выступление спортсменка на адреналине. Но затем по жеребьевке она вытащила лошадь, на которой опытнейшая пятиборка до нее набрала минимальное количество очков. У белоруски проскользнула мысль – неужели опять не повезло? Но тренер успокоил ее – эта лошадь для тебя. И я с такой уверенностью сидела на этой лошади, и я забыла вообще, что человек проехал плохо. Я с такой уверенностью вышла на поле, что да я доеду, ты у меня прыгнешь все, что я захочу. И вот с такой уверенностью я проехала, и я впервые в жизни выбегала первым номером перед заключительным видом. Всегда идет стрельба хорошо, но я настолько замандражировала, что я пистолет уронила, меня настолько зажало. Но потом я уже к третьей стрельбе немножко попустила, я уже подуспокоилась. То есть вспоминая прошлый опыт 4 года назад в том же месте, тот же город и совсем разные Иры, я понимаю, что за 4 года я проделала большую работу над собой. Общее количество очков позволило ей взять бронзу. Медали висят у нее дома. Каждую из них она вешает на стену сама. Во время съемок Ира пересчитала их. Итог 63 награды. Когда она видит, как число медалей с каждым годом увеличивается, понимает, что ее труды, те старания, которые она прикладывает на тренировках, это все не зря. В мире большого спорта у Иры свои козыри. Спортсменка шутит, ее миниатюрные габариты только на пользу. В фехтовании сопернику сложнее попасть в небольшую цель, а в конном виде лошадь не чувствует маленького веса, а значит ощущает себя комфортно. Фехтование Ира называет игрой разума, в которой ты должен разыграть бой. Тебе это интересно, этот азарт, эмоции вызваны победой. Это мне нравится. И то есть нужно быть физически неготовым, но если ты тактически умеешь и понимаешь фехтование, у тебя все получится. А конный спорт я полюбила недавно, наверное, только. Хотя с самого детства я мечтала о том, чтобы покататься на лошади. И потом так получилось, что я уже пожизненно на лошади сижу. Перед тем, как найти контакт с лошадью, тоже должно пройти немало дней и даже лет. Как заставить ее делать то, что ты хочешь на конном поле? К животному нужно найти подход. В этой дисциплине с каждым шагом Ира становилась все интереснее и интереснее. После падения болючего, после ушиба ребер это страшно. На самом деле надо распрыгаться не ему, надо распрыгаться мне, потому что страх присутствует, что снова можно упасть. Страх внутри себя, то есть вроде пытаешься держать его под контролем, но и с собой совладать, себя еще под контроль взять. Я первый раз за три недели после падения села на лошадь. Он слушается, он вроде баловался, сейчас он такой послушный. Он слушает меня, помогает мне. Перенимать опыт молодежи есть у кого. Перед глазами пример Анастасии Прокопенко. Участница двух олимпиад и лидер сборной – высокая планка, до которой хочется дотянуться и в то же время преодолеть. Внутренняя конкуренция в национальной команде на пользу всему виду спорта. Сегодня Ира и Настя – хорошие подруги по команде. И, кстати, что удивительно, кумир спортсменки к пятиборью не имеет никакого отношения. Я очень люблю большой теннис, и для меня кумир – это Роджер Федерайр. Я считаю, что в 40 до 40 выступать, как он выступает, в какой он физической форме – это если я буду столько лет так выступать, я просто буду благодарна Господу Богу, что я могу достичь такого. Лицензии получили, но борьба за поездку на Олимпиаду продолжается. Сегодня есть лицензии УИР и еще одной уроженкой Гомельщины – Оли Силкиной. Но есть лидер сборной – минчанка Настя Прокопенко, которая сделает все возможное, чтобы сместить гомельчанок с самолетов Токио. Решающий старт пройдет в мае. Именно там определятся участники 32-х Олимпийских игр. Я приобрела большую уверенность в себе, что я нашла себя, я нашла вот этот внутренний комфорт, в котором нужно эмоции и быть с эмоциями, и в то же время их погасить, когда нужно. Я нашла вот это в себе равновесие, и теперь понимаю, чего я хочу и как мне нужно туда двигаться. Я считаю, это самое главное для меня сейчас, что я понимаю, чего я хочу, куда я хочу и зачем я туда хочу. Субтитры создавал DimaTorzok